Всем здрасте, канал Пиратская жизнь. В общем, мы что-то тут с Вовчиком подумали. Сходим сейчас в церковь, закажем молебен, помин и прочее. Потому что, честно, я не знаю, как это все оформить. И это будет прям хорошее, так сказать, дело. Я говорю, я не знаю всех этих правил. Сейчас в церковь сходим, все сделаем. Еще с собой налик берем, чтобы там, не знаю, свечки, не свечки. Две тысячи наликов нашли. Не знаю, сколько это стоит. Вован говорит, что в прошлом году у него отец ездил. Говорят, там, я говорю, пойдем сейчас купим конфеты, печенье какое-нибудь. Он говорит, что у них там свои. То есть они тебе говорят, что купить. Там, не знаю, в прошлый раз привозил морковь, картошку, рис. Честно, я не знаю. А вот, в общем, сходим сейчас, отнесем, помянем, поставим свечки. Ну и вообще. Платочку взяла. Ну, как платочку, там шарфик такой. Он же всегда нужен с покрытой головой. Я туда ходила, на Рождество. Ой, это там нужен с покрытой головой. Да. Да. Пошли. Давай. Пока светло. Там все закроется. Время тянет. Одно, то другое. Ой, господи. Все. Ладно, сейчас, короче, идем. Сейчас все сделаем. Налик, там, кстати, карточки у них не принимают. А, у них там только наликом. Да, у них там только наликом берут. Как я? Приходил там. Карточки прикладывал. Не. Пачку баб. А, это кто? Помнишь, что ли? Непослушный. Слишком, слишком грешил матушка. Да, ну. Ну, это, ну, ладно. Немного хуже тут. Вот. И, короче, там реально только... Это налик. А, как одобрил этот фильм. Да? Угу. Ну, в общем, это... А, вот. Мы налик-то вообще практически не держим. Он сейчас собрал все. Я говорю, оставь себе 500 рублей на обучение. Во всякий случай. Да-да-да, разбей телефон. Разбей, давай. Скоро их вообще не будет. А ты разбей. Давай, будешь там, не знаю, со старым бегать опять. Все. Ладно, все, пошли мы. Ничего. Все. Бери рюкзак, дай. Потому что если все, потом зайдем в магазин. Пошли. Я там этот платок еще бросил. Вот наша церковь. Вот. Не часто. Ну, не часто как. Хорошая церковь у нас такая стоит. Вот. Одна из лучших в Нижнем Новгороде. Вот сюда уже ходим. Недалеко от дома. Хорошая церковь. Такая церковь. Как-то называется... Не помню, там сложное такое название. Церковь. А, приход во имя Всемилостивого Спаса. Как-то так. Называется. Вот. Такая красивая ее восстанавливали долгое время. Вот. Здесь, помню, леса стояли. Сейчас покажем. А здесь, кстати, у нас детский садик еще находится. Дедушка. Помните? Люди ходят. А еще работают. Вот такая, видите, красота. Красота. Все. Надо перекреститься. Ну, я говорю, я... Все, короче, давай сейчас это. Ну, все, ребятки, я пошла. Как говорится, так... Правда, купи. Зато маску не надо. Не надо так сделать. Все, таки пошлите. Все, поставил. Господи, я разбираюсь вообще куда что ставить. Взял одну свечку домой. Дом поставлю. Маски сейчас никакие не действуют. В общем, короче, это... Я поставила свечки, написала молебен. Заупокой. Ничего. Вот, я там, короче... Как они сказали, заупокой уже поставить. И... Какой-то там еще один. Вот, и, в общем, короче, я еще поставила это маму, там, и Андрею. Она написала еще бумажку. Вот, взял свечку. Что-то, у меня я так поняла, что вставить только вот там, где распятие. Ну, все, я что-то спрашивала. Спрашивала, говорит, там женщина одна стоит, молится. Спрашивала, куда она говорит, только на распятие стоит. Я тоже не знала. Вот. А там что-то столько этих... За упокой, за здравие. Ну, я хотел за здравие поставить. Вот что-то, я смотрю, я боюсь его, сейчас не туда поставлю. Я в итоге... Я опять свечи купила. А вот... А в итоге это поставила четыре. Ну, ладно. В общем, бог меня как-то спросит. Ну, ой, все хорошо. Все поставили. Вот еще взяла домой свечечку. Хочу это дома поставлю. Пожгу маленько. Все, сейчас пойдем в магазин. И это вещи ручек помянем. Вот я еще спросила, там нужно же имя-то православное указывать в бумажке. А получается, ну, как Юрий был, Георгий. Вот там все написала. Да, написала Георгий, а в кавычках... Не кавычках какая-то написала Юрий. Ну, всяк суть. Вот. Кстати, получается, сколько я вообще создала? 5 свечек и 50 рублей вообще за вот это вот все. Ну, вот еще там по это... Ну, ради помина положила денежку в этот... Ну, типа на храм пожертвования. Ну, там может помянут там или еще что-то. Вот. И все. А ты говоришь, там какие-то продукты, там сказать? Не, я там видела, конечно, там стоит какая-то такая вот штука. Там продукты какие-то лежат. Ну, там как это, знаешь, крупы, печенье. Вот. Там еще тоже мужчина пришел тоже. Не знал куда чего. Как такое тоже в годах. В летах. Вот. Народ, кстати, вообще нету. Там одна девушка послушница стоит. Молитвы читает. Сейчас никого-то нету. Тихо, спокойно. Вот. Такие дела. Ну, как говорится, сделали. Добрый день. Вот. Поминали. Еще вечером помянем. Ну, там уж. Жив торговой центр. Вот, я хотела тут сегодня фикс-прайс сходить. Сейчас тоже все отменили. Божалуйста, заходи, кто хочет. Вот. Здесь вот фикс-прайс. Сейчас походим, посмотрим, что-нибудь. Сложите. Брестские, мужские носки. А, в банке. Смотри. 149 рублей. Все грузы. Носки. Ну, что, давай смотреть, что нам надо. Вот для начала я бы не хотела взять эти пакеты. Вот здесь, кстати, химия бытовая. Знаете, что? Мыло надо? Да. Да, спеши, видишь. Для бритья вон тут всякие штуки. Аксы. Так, я тут, кстати, хотела одну штучку взять. Не знаю, будет. Не жду. Не жду. Так. Прокладки женские, очень интересно. Так. О, кстати. Вот этот я думала взять. Свежий чай. Идет с 9. Плакс. Плакет. Плакет. Свежий чай. Межи чистками. Счет от налета. Не знаю, потом возьму Плакет. Другую. Что тут увидел? Молоточек. О, прикольно. Кстати, тебе бы этот молоток обновить. Не надо? Мне кажется, не надо. Утеплитель. О, кстати, смотри. Вот такая штука, как мы тебе из Вьетнама привезли. Тут вам, пожалуйста. Тут есть и меньше. 140 здесь. Что мы из Вьетнама везли? О, сколько тут, смотри. Кстати, скотч нам нужен. Знаешь, что? Обычный прозрачный скотч. Есть здесь? У нас дома нету. У нас закончится. Нету. Нету? Я вижу только малярный. А прозрачный все это не вижу. Есть вот эти штуки, которые мне нужны. У нас конч, малярный, что-то не вижу. Есть у какой-то вот такой вот серый. Паста? Нет, паста мне не надо. А, вы, кстати, вот это вот прикольно. Вот здесь, кстати, много всяких вот этих вот силитов и прочих бенки. Нам не надо антиморитов, что ты вчера чистил, что там? Есть? Нет, там что-то. Слушай, а здесь нету вот этого, как вот туалет-то чистим? Санкс? Да, Санкс. Нет. Санкс, очень хорошая вещь. Я вчера туалет завела прям хорошо. Это как вот это. Ну, это как типа это больше. Доместов. Больше катаместов? Нет. Садишься активных вылок? Ну да, возьмем, просто я туалет буду дальше. А что он есть? Ну, у меня там, о, сараби, а, это белизна активных, он похож, кстати, на Санкс. Окна у нас там чистить сейчас есть, да, Валя? Все. Так, это и есть. Папе. Сейчас поплатим сюда, да? Платим. Большие размеры, 50 на 70, а мне нужны большие. Мне для верхней одежды не нужны. Для них все они, все они. А, вот с крючком, вот как раз все не вешать. Так, раз. Что это не 5,70 рублей. А, что-то я больше не вижу. Такой с крючком не вешать больше. Вот еще один. Так, и... Не знаю, нет, да? Не знаю. Да, я вижу, вижу. Ну, я сейчас парочку взяла. Ну, давай, типа, они видят сбоку. О, набор, кстати. Нам нитки не надо. А зачем тебе бахилы-то? Так. А, это чехол для... О, чехол для одежды. Кстати, прикольно. Чехол для одежды. Что? А, скотч-то. А, скотч-то? Да. А там, по-моему, есть. Сейчас, вот с другой стороны. Посмотрим. Так. Вот таких вот еще возьмем. А, с клапаном. Так, она, какой у нас разный 50 на 70. Ну, парочку вот таких вот возьмем. Все. Все. Все, все, да. Что тут еще есть? Интересно, смотри. Да. Смотри, сколько этих боксов. Прикольно. Да, здесь есть полно. Малыш. Малыш, как ты, да. Водячка, вон, есть. Всяк, недорого все еще. Так. А вот здесь искусство было. Где-то. А, здесь мы, кстати, не в перестановка. У них раньше здесь всякая техника была, а сейчас тут лишь у них всякие эти. Ну, шапка какая-то прикольная. Да есть у меня сейчас. Я купила уже. А, почему? Ну, вообще, тут хороший сахар. Вы соединяете? Да, возьму на лоджи брус. Или выкину опять, да? Да не выкину я, я не пользуюсь я ими. Почему сразу выкину? Надеюсь, это много всего. Нет, скотч не имею. Ну, потом все еще раз посмотрим. Так. Здесь вот всякие штучки. Ну, вот здесь маленький такой фикс прайс у нас. Вот здесь БПшки всякие. Соль вкусная, ядированная. Наборы специй. Вот такие вот с мельницами уже в комплекте. БПшки. Фунчоза. Вот такая с сенсой. Ну, мы такую покупали, вот фигня полная. Не советую брать. Там обычная рисовая лапша. Для тортили. Ну, фигня. Ну, фигня. Так, а здесь что такое у нас? А здесь у нас сухофрукт, орешки. Бананы в шоколаде. Папайя. Манго. Палочек. О, кстати, у меня вот такие палочки там присылали. Что-то подобное. Или с Таиландом привозили, не помню. Да, возьмем маслинки. Вот такие. Вот такие. А, не с косточком. Ну, пакетик возьмем, что-то порешит. Маслин без косточка. Дай баночку возьмем. Хотя, кстати, на самом деле, мне не очень нравится качество здесь продукции. У нее такая весьма сомнительная. Хотя оно какое-то все дешевое, непонятно все откуда. Вот. Полно тут всего. Здесь, конечно, нужно рыться. Здесь прям вот как, знаете, приходивший, рожь, 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 рожь. Полно всякости. А что это такое? Знаете, такая сыворотка с авокадо. Ну, короче, что это, знаете, вот я пришла и что-то вот не вижу, чего хочу. Здесь пакеты взяли, все остальное пока не надо. О, вот здесь сейчас. И получилось на 724. Конечно, с вам, она входить в магазин, но это прям вот. Отдельное удовольствие, надо одной идти. Потому что начинается, зачем, куда, почему, пошли, 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 бегать дальше. Баба-баба. Укупили пакеты. Пару как шоколадок. Пару листико. Укупила конфетку маленькую. Укоповала все. Сникерс. Комбудто. Бери-бери. Да-да-да-да. Набрала жвачку. Вот жвачку взяла. Что, плохо, что ли? Все. Все-все-все-все. 724 потратили. Еще даже не купили. Хоть пакеты взяли. Конечно, я говорю слова, нам входить. Пойдем, пойдем. Пойдем, кстати. Ну, раз уже пришли, хочу сейчас еще зайти. Я люблю тебя. Это жесть какая-то, если честно. Вот так. Так, давай Excel, говори. Да, мне кажется, у тебя поп-то не такая большая. У тебя с быком, кстати, по-моему, такие были уже. Да. Вот, давай. На тебе 2XL, держи. Ну, раз. Вот такие вот, кстати, у тебя тоже есть. Ну, что ты хочешь? А мне кажется, тебе все-таки 2XL нужны, нет? Он смысл 1XL. Нет. Ну, вот еще одни вот такие. У тебя, по-моему, с быком были уже. У тебя уже были такие. Ну, ты их выкинул уже. У меня сейчас есть. Ну, короче, на, типа, вдвое. И мне двое сейчас возьму. Хорошо, такой магазинчик здесь все. Текстиль. Ну, хочешь вот такие, бери, вот эти вы получили. Мне нравится надписями. Ну, короче, носи. Все, по-моему, все. Где здесь интересные костюмы? Прикольно. Так. В общем, все. Купили. Еще 2200. Ну, это хорошее. Вот, кстати, смотри, у нас здесь еще вот этот, иванский текстиль. Вот, иванский текстиль прям привозь, да. Один, второй. Полно таких магазинов. Подушки, одеяло. Все, что, кстати, поставляет Василек, можно здесь приобрести. Только здесь это стоит дороже. Уже с наценкой идет. Не удивлюсь, если здесь прям есть Василек. Костюмы, да? А почему, кстати, он интересный? Вот такой стомпик. Ну, это двинетый. Ну... И тыща. И качество, кстати, намного хуже. Там реально тоньше. Очень. А мы сколько покупали, высокие? 1300. Вот это 50380. Ну, в общем, короче, немножко, но дешевле. Но я тебе серьезно говорю. Они там по качеству я потрогал. Плохие. Странные. Чет, хочешь? А, полетовщик. Не знаю, не знаю. Вот, дополнительный. О, тоже какой-то магазинчик маленький. А здесь напомог, кстати, у всяких разных. Вот такие текстильные магазинчики. Слушай, офис какой-то. Согласка. О, автострахование. Здесь вот тоже полно всяких родных вещей. Ну, сейчас говорю, так удобно. В интернет зашел, все купил. Браво. Ну, вот в частности, трусов. О, да, кстати. Кстати, мне бы тачки обновить. Здесь какие-то все уги-уги. И у них... Сейчас вот такие, да. Ну, они плохие. Сейчас попробую. Может, тапочки в себя еще возьмем. Один в один, да. Тапочки у меня. Долго-ву. Не, мне не киевским. Мы тогда на это на ярмарке купали. Сейчас у них жарко будет ходить-то. Он ругается, набрала, набрала. Взяла тапочки. Они такие же, как у меня. Один в один. Только вот они еще сейчас пушистые такие. И у них будет пока еще жарковато. Но иногда, знаете, за компом сидишь, по ногам прям дует. И все. О, куртки всякие разные. Вот. В общем, у нас такой вот торговый центр. Интересный. У нас, смотри, как платье прям. Красиво смотрится. Типа как свадебное платье. Но это ночнушка. Классно смотрится. Обувь здесь какая-то есть. Марка. 70% скидки. Это все наши производства. Так что все выхармали. Это еще ты из Белоруссии. Оптика есть. Пускай же он там, кстати, вперед еще там полно всего. Еще кучу денег по трассе. Мы пойдем с ним. Что там по времени-то? Смотри. Мы не опаздываем к твоим этим обучением. Лопаток, кстати, в магазин, помню, хороший. Какой-то магазин шмотка. Какой-то магазин шмотка. Шмотка с тем, да? Спасибо. Еще раз. Ну, он игрушки. Дисконцентр. Да, немного все. Ну, вот насчет трусов я бы не сказал, что дешево. 2200 мы отдали за 4 пары. А здесь все закрыто. Но не качественно, они хорошо носятся. Вот так и прям приятное к телу. Не синтетика, не лайкро. Почему это? А здесь, а выше еще что-то есть? А тут же, кстати, спортивный какой-то центр или что-то такое. Сумки вот всякие разные. Не знаю, я вот не шпотчинец. Я вот прихожу за тем, что мне надо. Пришла купила. Вот тапочки у меня давно уже взрели. Я хотела подобное купить. Мне очень нравится. Все, пойдем внизу кофе возьмем. Когда я вот хожу ко мне, никто не пристает. Насчет видеокамеры. Вообще, конечно, иногда бывают люди, которые не очень понимают это все. Я для них бром камеру. Сейчас вроде нормально. Сейчас вон кофе еще возьмем. Пойдем домой. С тапочками, с трусами, с фикс-прайсом. Нас сейчас, кстати, куртки еще убрать. Зимнее. Сдуть их, убрать пакетом. Пуховик твой и мой пуховик. Убрать на зиму уже все. Потому что они висят только вместо. Они только моль привлекают. Они только моль привлекают. Кстати, а стирать не будем? Зачем? Ну, мы еще стираем. Набрать. Нет, хотя мою так, как ее постираешь, там уже мех. Хотя у меня, по-моему, остелью отстегивающийся. Вы для кого снимаете? Все-таки ко мне подошел охранник. С какой целью снимаете? А вон камера, походу, да. Вот теперь мы их тоже снимаем. Скажи нам по правилам. Я имею право снимать? Цены снимательные. Имеешь право. У нас все-таки общественное место. Общественное, так сказать, центр. Свобода, как говорится, это. Почему? Подходит интересует. А, что это? Тайные тайные скупаю у них тапочки и трусы. Я это тайный агент Америки. У нас там из-за санкций, которые наложило наше правительство на Россию, у нас, к сожалению, прекратились поставки Ивановской текстиля к нам в Нью-Йорк. Что ты сказал? Ну, хрень сказал. Это шутка. Наш правильный лист, он... Так мы же тоже на санкции. Ответная. Запретили поставки любимого селька в Шинкатон или куда-то. И не можем найти трусы. Приехали за трусами. В общем, короче, это... Вот. Опять, видите, опять меня припасли. С претензиями. А я прям это... А мы встали, видать, это под камеру, да? И там этот, видать, кто сидит на экранах. А как люди вот с телефоном? Кстати, знаете, телефон меньше привлекает внимание. Все думают, что ты с кем-то общаешься. По видеосвязи, да? По видеосвязи, да? Так что надо снова переходить на телефоны, уже и все. И не кошмарить местную охрану. Это только не на стабилизаторах. Кстати, да, на стабилизаторах тоже. А это вообще, я считаю, знаешь... А прикинь, если бы я пришла там с какой-нибудь техникой профессиональной, они потом бы вообще обосрались. Ты их держишь, мы с тканчиками. Сейчас. Да, представляю, как бы они там обосрались, если бы я пришла с какой-нибудь здоровой камерой. Да на стабилизаторе, да еще с какой-нибудь там фигнюшкой. И прям вообще бы, да? Там бы кипиш, кипиш, что творится? Не, ну он подошел, я бы сказала, мы имеем право общество вместе снимать. Благо, живем в стране, где у нас свобода, слово. Что мы имеем право добывать информацию любым доступным способом и снимать, соответственно, там, где хотим. Ладно, все, моя хорошая, сейчас идем домой. Вот. Сейчас вот у нас будет учиться, а я буду готовить уже. Я знаю, я знаю, там продолжение есть. Да? Чего? Да? А, марш, да, сейчас посмотреть. Все, любим, всех целуем, увидим в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока-пока.